Здравствуйте! Я Чибисов Николай Петрович, 1955 года. Родился утром в 2.50. Здравствуйте! Я Чибисов Николай Петрович. Я Чибисов Николай Петрович. Родился 1955 года. Родился утром в 2.50. Если говорить о родословной, то есть о своих близких родственниках, то нужно, наверное, начинать о дедах. У меня два было деда. Один со стороны отца, другой со стороны матери. В основном отца уникальный дед был. Я помню только его по рассказам, потому что он умер до того, как я родился. Он был раскулаченный казак. Был младший офицер. Очень хороший, честный, классный. Второй дед был такой рабочий класс. Он был тоже, помню, хороший был специалист. Рассказывал, когда дед работал на заводе, его даже отправили в Корею. Почему-то как-то, ну, как все люди, он, говорит, напомнил яблоки эти корейские, здоровые, но безвкусные. Уникальной была бабушка. Бабушка, она была беженка с Польши. Добрейший был от души человек. Уникальный, я помню, все детство. С ней она нам помогала всегда словом, советом. Она нам давала какую-то денежку на мороженое. С ней можно было поговорить, рассказать, что у него все. Она рассказывала. Мы все время как-то теребили ее. Если деды как-то были немногословные, то бабуля, как женщина, она была такая, немножко она рассказывала все. И она немножко рассказывала о своем детстве, как бежала из Польши, вот как была здесь. Как даже рассказывала о Ленине, когда она увидела. То есть она не очень хорошо рассказывала, потому что она, говорит, когда я, говорит, увидела, говорит, этого человека, говорит, я, говорит, была в сокольниках, она бегала и заблудилась, вдруг видит машина. Ну, идет человек. И она что-то там спросила, там-то заблудилась или как-то еще. И она, говорит, мне, говорит, вот, запомнились глаза. Она, говорит, как он взглянул на меня, я, говорит, мне, говорит, холод пропадзел, с ног до головы. Я, говорит, ослабенел, говорит, не могла ничего сказать. Ну, он, говорит, какую-то, говорит, записку записал, мне дал, в общем, я, говорит, в общем, выбрал, вот мне помогли. Вот какие-то вот эти короткие воспоминания характеризуют человека. Вот, бабуля, конечно, была очень хорошая человек. Как звали ее? А? Звали как ее? Ульяна. Ульяна. Фамилия? Вот, я не знаю фамилию. Так она и Яковлева по отцу, а девичьей фамилии даже не знаю. Какая-то польская какая-то такая была фамилия. Очень добрая такая. А вот мать, мать... Деда как звали? Деда звали Яков. Вот один Яков, а это со стороны матери, со стороны отца, который вот раскулачивали, звали Митрофан. Где он жил? Он жил, они жили под Воронежем, в Тишанке, вот, потому что такая была Чибисовская слобода, вот, там были казаки, вот, такие, воронежские казаки. И были одни Чибисовые такие. И поэтому он там обитал, и там, кстати, они его и раскулачивали. Когда он там, создавали колхозы, отняли скот, отняли лошадей, там, отняли все. Ну, как обычно. И потом наступил голод, и, в общем, ну, как обычно, как у всех. Поэтому я говорю, такие-такие маленькие, такие какие-то воспоминания. А второй дед уже, да, он жил вместе, жили с нами. Постоянно работал. Как звали его? Второй звали Яков. Тоже такой был хороший дед, они как-то... Ну, та эпоха, она какая-то вообще была интересная. Потому что только кончилась война, люди отпрянули от всего. Конечно, жили, пытались жить, начинали жить, по-новому что-то искали, творили, что-то делали. Вот, война, конечно, тоже унесла. Да, у нас тоже вот со стороны отца, дядя Алексей, он погиб. Он был командир танкового взвода, вот, танкист, на Курской дуге погиб. Потому что там были там сильные бои, мы искали его, помню. Там вот был такой Смирнов Сергей Сергеевич, вот. Мы к ним обращались, вместе искали его, как-то так, как он был погиб без вести, так не рашли. Какой дивизии служил? Не знаю, там, просто по извещению, он был командир танкового взвода, старший лейтенант. Вот, и на Курской дуге, под Прохоровкой. Ну, там, когда, где были сильные бои, там же были тараны, там танк на танк шёл. Я когда был, там, уже смотрел эти вещи, конечно, там, ужас. Был танкев-то? Да, старший лейтенант, командир танкового взвода. Очень жалко, конечно. А до войны был учителем. Вот его забрали, да, в общем. Вот из четырёх сыновей, вот он один был, самый старший, он пошёл воевать. Очень интересный человек был. Ну, вот так вот, по фотографиям, по всем, да. Ну, к сожалению, что сделаешь. Вот так вот это. Ну, а так всё остальное, конечно. Мать, вот. Была война, вот она пошла, 16 лет, пошла на завод. И делали фугасы, делали... Какой завод? Завод Фрезер. Где находится? На фрезере. Это была станция Фрезер. Вот, в Москве. Это по Казанской дороге. И она с 16 лет там работала до конца. Над бригадиром. Вот такой был завод металлорежущих инструментов. Делали мщики, сверла уже в гражданскую войну. Интересный был завод. А до этого, конечно, они делали фугасы, делали там... Ну, в общем, точили всё там для войны. Тоже холодно было, голодно. Вот такие вот вещи. Самое интересное то, что, конечно, вот в те годы люди, вот работающие там на заводах, они гордились тем, где они работали. Это были заводские традиции, это были заводские династии. Люди восстанавливали свои города, люди восстанавливали себя, реабилитировали. Они делали, как-то пытались жить, пытались работать. Ну, в общем, делали всё. Самое главное то, что семья, когда семья такая же такая была, проботящая, ну, как обычно, жили как все, потому что там денег особо много не было, зарплаты для зарплаты, вот, как обычно. Ну, детство было всё равно беззаботное, потому что были маленькие. Бегали, прыгали, гуляли, были компании. И, конечно, в проблемы взрослых как-то особо не вдавались, потому что были маленькие. Но я родился, как я сказал, в 1955 году. Вот, Московская область, это был город Глюберсце. Это было такая, интересно, это было между Москвой и под Москвой. То есть это была такая зелёная зона, резервная зона Москвы. Поэтому это относилось не к Москве и не к области. Вот такой у нас был деревянный дом, который, ну, это тоже самое было, как бы квартира, он был деревянный дом, но чем он был хорош, был участок, было всё, было огород свой, было фруктовые деревья, ну, как обычно, в общем, всё там, да. И поэтому, конечно, для детей это было просто шикарно. Вот, у нас были дворовые компании, у нас были свои заботы, ходили, лазили, прыгали. И самые ранние воспоминания, я, наверное, скорее всего, на этот детсад, когда я был в детском саду, когда мы были, я помню сейчас, такой случай интересный, конечно, очень интересный, когда я не любил манную кашу. И когда мне говорили, что сегодня твоя любимая, я лез под стол, вот, потом мне эту кашу заменили супом. И когда мне давали суп, то выстраивалась такая большая очередь, ребят, я давал каждому по ложке, и потом уже там последнюю ложку ел себе. Такая вещь. Но всё равно детский сад был тоже, кстати, детский сад тоже, он от завода «Фрезер», он был тоже на «Фрезере». Вот. И поэтому воспоминания хорошие, детский сад был такой, воспитатели были хорошие. Летом ездили на дачу. Вот я помню до сих пор лет, я ездили на дачу, была в Голицыно. Приезжали родители, как обычно, там, бельё стирали, там, помогали. Вот. И когда я помню, когда приехала мать, я спросил у неё, долго мне находиться. Она так мне показывала пальцами, там, я считал, там, 10, 20, думаю, 20 дней, да. Думаю, о, Господи. Конечно, хотелось домой. Но всё равно, вот эти детские какие-то урывки. Но всё равно это было прекрасно, было хорошо. Это знойное лето, это был такой огромный такой лес сосновый. Какие-то деревянные строения дачные, там, утром давали сок, выстраивали нас. А ещё помню, когда нас рыбий жир давали, да, когда нас выстраивали в шеренгу, у каждого была ложка, всё, говорят, так, наливаем, у каждого была ложка, бутылка, наливаем, дружно выпиваем. Кто пил, кто доился, вот эти вещи, которые рыбий жиром, да. Ну, вот эти вот вещи такие, потихонечку, потихонечку. Но, тем не менее, всё-таки, конечно, детские сады, они как-то были, они были всё-таки хорошие. Дело в том, что заботились о детях, когда-то была забота, очень такая хорошая. Нянечки были, игрушки были, помню, великолепные какие-то, какие-то были пирамиды. В общем, не было каких-то нерасыток, и вот эта ущемленность какая-то, что, допустим, там, кто-то отнял у кого-то, этого не было, потому что всё было как-то в изобилии. То ли это заводская, то ли ещё что-то такое. Поэтому до школы, до школы был как раз вот в детском саду. Гагарин как полетел в космос? Гагарин полетел, да, 60-х, это было как раз вот, это было великолепно. Я помню, никогда не забуду, когда мы проснулись, да, это было, вот, и узнали, что полетел Гагарин. Мы прыгали на кроватях, вот, летали настолько вот прям вот, кричали, ура, прыгали. Это было неописуемо радость, когда человек первый, да ещё в космос, да ещё наш, советский, да ещё любимый, да ещё вот такая его фотография такая улыбающаяся. Это было, конечно, это было всё это. Во-первых, это была гордость. Это была гордость за страну. Это была гордость в том, что мы первые. Гордость в том, что вот мы взяли, смогли, сделали там, не то, что какие-то американцы, то есть ещё. Ну, конечно, было, было вот эти вещи, как американцы, мы наши тоже. Естественно, даже вот дети чувствовали какое-то соревнование на нашем. Но, тем не менее, когда вот он прилетел, это радость была. До этого ещё, до этого прилетела, ещё была белка со стрелкой, был спутник. Тоже, когда говорили, тоже была радость. Но это было, когда был человек, конечно, это была радость неописуемая. Когда его встречали, это была вообще фантастика. Так, вообще, конечно, это было, это было ощущение, не знаю, ни праздника, ни радости. Это было, ну, просто какая-то гордость, это была, это был симбиоз всего. Вот, конечно, это была неописуемая радость. Все радовались, все, вот вся страна, конечно, она вся Lyndon Ну, и дети, конечно, подвластны своим трудителем. Это тоже, это был паздничный стол, это было какое-то праздничное угощение. То есть, ну, это было всё. Поэтому радость была хорошая. Потом, конечно, потом уже другие стали летать, тоже, конечно, меньше. Но тоже когда считали космонавтов, там, один, два, три, уже знали всех космонавтов. любили знали там потом школа помню подождите а страх атомной войны был у вас там помните такой песни пели ощущение что существует еще атомные бомбы говорили да это проявлялся в эмоциональном состоянии детей говорили про атомные бомбы говорили про атомную войну говорили говорили что это противогазное дело в том что это было как-то это было наносное потом как-то они говорили я помню диска спереди да говорили но это думаешь что там а ты одел противогаз и все и тебя ничего не будет там и допустим спрятался за какой-то холм то есть не не было того ощущения как ощущаешь сейчас когда это радиация это сильное разрушение это это ядерное облако это огромные там силы взрыв там огромная температура которые сжигала все там это конечно не ощущалось но дети конечно были там доли же ну были кстати говоря когда вот после войны стали делать убежище было вот убежище да там прятал свое убежище и тебе ничего не стало ну в общем как то вот так вот ну конечно было было ощущение но тем не менее это было все по-детски и все-таки чего вы вспоминаете из детства что самое яркое такое самое ностальгическое и трогательное и родное для вас и дорогое это конечно это игры какие это или компания игры здесь на игры в казаков-разбузников игры в войну потому что естественно там ура война там делали какие-то автоматы и вилоги это пистолеты и делали это оружие и что было самое любимое это занятие это компания и играли там красные и белые партизаны не партизаны девчонки-санитарки как обычно то есть эхо войны это было оно отражалось оно было всегда это было как-то в крови уже с молоком матери его это было неистребимо поэтому это было самое первое что когда было потом когда появилось телевидение помню до сих пор когда был такой был телевизор такой был квн он еще был с такой линзой был не у всех и когда вот кто-то включал а как он появился первый у нас появился и вот все при их приходили вот все все приходили и в комнате все садились и смотрели да обычно я я помню чтобы это было концерты были потом какие-то были лекции так как когда были фильм фильмы были редки но когда были фильмы конечно к вам приходили как кинотеатр как все как дети как соседи все там они знали что там будет фильм сегодня давай все вам собирается собирались садились смотрели было очень здорово весело а уж когда детские были фильмы или мультфильмы это А когда уходили, оставались после них семечки там, не грызли, нет? Нет, ну как-то и семечки грызли, и все это, ну как-то за собой убирали. То есть тут не было такого еще, чтобы твинячество. Я говорю, это дети, дети, детское успеете. Дело в том, что ведь раньше, чем было хорошо, дело в том, что никто жил обособленно. Если праздник, праздник был для всех. Это был стол, это было застолье, это была гармошка, это были все сидели, сначала, как обычно, выпили, и потом начинали петь. Без песни ничего не сходилось. И это все горьбой. Никогда не было, чтобы, вот как сейчас, вот как-то праздник, все сидят поодиночке, нет. Это были все, это были соседи, это был огромный-огромный-огромный стол, и все сидели, все радовались. Если горе, все горевали, если радость, все радовались. Поэтому это был общий праздник, общий день рождения, общий праздник, 7 ноября, 1 мая, да, ну вот и все, все, все. Какие песни вы вынесли с этого периода детства? Русские. Какие? Русские песни. Парни, это так, холостых на улице Саратова, потом из тех книжок «Белая мельтерица», потом много еще там такие, ну сейчас не вспомнишь, но вот это, обычные пели русские песни. «Ой, мороз, мороз» помните? «Ой, мороз, мороз», «Катюша». «Катюша», но самое удивительное, когда были такие передачи, что там «Вспомни песню», люди брали и записывали слова, песни, учили, если новая песня появилась, и потом пели. Вот это самое интересное. Сейчас этого нет такого. Я помню, записывали, была тетрадочка с песнями, и вот новые песни они записывали. Если, допустим, у кого-нибудь была какая-нибудь новая песня, ее переписывали, учили слова, и тогда уже, когда было застолье, уже пели. Поэтому вот как-то… И это было, это было, это обыденно, но это было настоящее все. Это не было какого-то зазорного, не было какого-то такого, что это непонятное, там еще, это было естественно, это было нормально. Это если сейчас как-то скажут, что это было, сейчас скажут, ну что это потому, что с ума сошел. А раньше это было естественно. Это было настолько здорово. И мы обычно либо нам делали отдельный стол, то же самое, либо подпевали, либо просто сидели, пили газировку, радовались. Но праздник он был, для всех он был един. Это было очень хорошо. Ну а мечтали, чтобы у вас медали были? Завидовали, красивые же они. Чтобы медали нет, в медали были мы медали играли, а чтобы они были медали нет. Но была мечта, чтобы быть, допустим, там, летчиком, чтобы быть космонавтом, чтобы быть каким-то там геологом, чтобы быть каким-то первопроходцем. Я что-то в детстве, не знаю почему, в детстве мечтал быть с актером. На Даня Толина, на фильме, я хотел быть с актером, хотел, чтобы у меня был отбойный молоток, чтобы я рубил уголь. Мать говорит, ты когда вырастешь, в это время же не будь, тогда отбойных молотков, я говорю, нет, мне нужен именно отбойный молоток, чтобы я рубил уголь. То ли фильмы бы насмотрелся, не знаю почему. Стаханов. Стаханов, но почему-то, вот именно не знаю почему, вот именно не каким-то там, не моряком, не каким-то летчиком, а вот именно шахтером почему-то. Хотя все дети мечтали быть летчиками, все дети мечтали быть моряками, все дети мечтали быть космонавтами. Воровать ничего не приходилось? Воровать нет, есть только в другом саду яблоки. Ну как-то да, это вообще как-то... Вот расскажите про яблоки. Да это как-то было очень редко, и потом как-то было мерзко, я вообще-то не любил, если честно говоря, как-то залезать, как-то... Лезешь к тебе-то в чужой, когда тебе есть все наибыше, чужое вкуснее. Но когда лезешь, я когда-то не знаю, как-то это очень не любил, как-то я как-то брал их скорее, как-то хотел уходить, в общем, не любил это дело. Но у вас кто-нибудь что-нибудь воровал? Да. Потеря вот эта, она, наверное, была тяжелой? Потеря была тяжелая, помню, да, когда, значит, после армии, я же был в армии, когда там у меня была мастерская, и я... Нет, так подождите, мы пройдем. Нет, я просто, я просто, ну, когда воровали. Вот, это потом говорю. И вот я там, помню, там, был там кедр, я там резал какие-то вещи творческие, там какие-то чайканки делал, еще такое. И привез, я отсылал, была мастерская, я помню, оформил там мастерскую, там, то, что после армии все сделал. А парень мне привез, дал икону из Энгельса привез, икону великолепную, помню, такой, клад такой. И вот у меня где-то по 7 ноября они залезли и взяли все, украли все, кроме книг. Книги были ценные, то ли, в общем, не знаю, ну, в общем, все вещи, аресту бога украли, икону украли, все-все-все-все, все, кроме книг. Это, конечно, была такая, я помню, вот, когда я пришел, я сел, думал, что это пошутили. Ну, когда я это осознал, конечно, какая-то была такая... Ваша первая вот эта община с ворами. Опустошение такое. А в детстве было такое? Я вот тебе про детство говорю. А в детстве, да нет, в детстве вроде как-то ничего такого. Потери не было таких, да? Потери как-то не было. Ну, может, что-то, что-нибудь, может, потеряло, что-то, нет. В детстве, помню, пошел за хлебом, да, пошел за хлебом, что-то, дали какую-то, там, 15 висок, там, денежку, да, я положил в рот. А там такая лавка была, был такой настил. И когда, когда шла очередь, я там уступился, натупился, и бах, проглотил эту денежку. И когда мне, говорит, тебе чего, мальчик? Он говорит, ой, проглотил. И оставив очередь, проглотил ее денежку, и говорит, пошел домой, обратно. Вот это была потеря. Это было обидно, обидно было, не то, что проглотил, обидно было, то, что стояла очередь летом, и то, что нужно было опять идти домой, брать, и опять выставить в очередь. Вот это было обидно. Взяли? Конечно, естественно, да. Лед получил. А вышли эти 15 копеек-то? Да не знаю, вышли, не вышли. Ну, конечно, я не проверял, я уже об этом забыл. Но вот это было, да, конечно. Поэтому, конечно, пришел домой, опять взял деньги, опять пришел за хлебом, опять стоял в очереди. Вот это было каторг, да, конечно. Вот это было очень жалко, да. А что еще было такое хохмовое? А я как-то не знаю, там что-то. Вы что за смехом вспоминаете? За смехом вспоминается, не знаю, как-то больше. Ну, и как-то обычно больше. Потом как-то уже было как-то более серьезные вещи, то, что мы уже, мы с пятого класса ходили, в походы ходили. Ну, подождите, до пятого класса. Давайте, мы еще в школу не пошли с вами, что было в детстве? А, в детстве в школу не пошло, но в детстве что еще было? Дошкольный период. Дошкольный период, да, я помню вот эти вот еще, когда вот ходили в бочки с квасом, конечно. Ходили за квасом, тоже остали очередь, давали нам кружку, вот этот холодный квас, мы это пили. Ой, такое удовольствие было. Вообще, конечно, вот ощущение, вот ощущение было, вот когда вот запахи, детские запахи, они как-то, они сильные, они вот до сих пор как-то, вот смотришь, как раз, только детский запах появляется. И вот как-то на этих запахах все строилось. Как-то они были сильные, если бы была весна, запах весны, там, запах земли, запах талого снега был. Никогда не забуду, когда была весна, все, это сказочное было, это что? Это сапоги. Значит, каждому покупали новые сапоги, и вот мы ходили мерить лужи. Я помню, что-то пошли на пруд, такая была льдиная, прыгал-прыгал, и, по-моему, плюх туда, и по пояс провалился. И потом бегом, в общем, бегом, высохли, все там. А еще, я помню, когда я не забуду, когда с утра двоюродная была, по-моему, зима была, холодно было. И что-то мы сидели, я думала, да, босиком проходим, давай. Я сняли обувь, и по снегу босиком. Походили, потом пришли, поговорили, да, еще, да, еще раз, пошли. Ну, как-то, ну, тоже ничего-то не болели, ничего, как-то не знаю, почему. Ну, такой вот, как-то вот, все как-то вот ощущали, пробовали на себе, вот эти вещи, то есть все, что было, пробовали на себе. И снег, и запах. Ну, вот эти запахи, конечно, вот я помню, запах мороза. Это, конечно, уникальный. Сейчас как-то не знаю, почему запах мороза, или запах снега, или осени, когда пошли, когда ходили с отцом в лес, за грибами, когда входил, вот такой приятный запах грибов был. Осень и грибов. Это было, как-то был, какой-то праздник был, вообще, какая-то нереальность такая была. Еще помню, когда был, помню, когда был этот момент ожидания, вот когда вот, когда был теплый день, мы ходили купаться. И вот когда там, они, родители, там долго собирались, там, мы там торопили, давай быстрее, 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 кто-нибудь из родителей. И вот этот, пошли, вот этот запах ожидания, что-то, купания уже, ну, ну, все, это же как в сказке. Поэтому идешь, пруд, раздеваешься, пыль тых, и тебе ничего не рада больше. Довольный, очень мощно, хорошо. Поэтому какие-то, обрывки эти детские, конечно, оно было теплое, теплое, хорошее, не вздирает там. Все подделывают, потом же, ведь все как-то, все плохое, как-то уходит. Все хорошее остается. Вот вопрос, все-таки вас наказывали как-нибудь, за что-нибудь. Наказывали, да, наказывали. Какое наказание вы запомнили из детства? В угол, в угол обычно. Самое жестокое, жесткое. Да, там, ремнем или в угол, в общем, у всех, когда-нибудь был обычный, у всех там, ремнем, бак тебе там, угол, все-таки, не делай там, и все там. Ну, чуть-чуть там, как-то раз там, вспахнул, или как-то еще там, почесал, и все нормально. А деньги находили где-нибудь? Да, деньги находил, находил. Деньги, я помню, когда я за воду в детском саду. Значит, то ли как-то была зарплата, потому что мы мужики пили. Я помню, играли, играли, была, по-моему, зима, да, мы играли, играли, и вдруг я нашел какую-то бумажку, такую бумажку, деньги, и естественно, кому, воспитательница. Я к ней нашел, я нашел, там, деньги нашел, я маме отдам, говорю. Ну, естественно, я ее отдал, она взяла себе, и все. Ну, вот я помню, это такая, помню, такая большая была бумажка, нашел, находил деньги, да. А еще помню, а, мелочь еще дошел, помню, мелочь, что-то, по-моему, нашел, 10 копеек, а у парня был пятак, и я ему говорю, смотри, вот здесь копеек, у тебя пятак, пятак, он говорит, ты что, по-моему, на пятак ты можешь купить, один пончик, а на 10 рублей два пончика. Это как пять копеек было больше и лучше, я говорю, как-то он, как-то, и он как-то нравится, цветом своим, пять копеек, дай его меняться. Он говорит, да нет, да что это, нет, два меняться. Как-то так вот, дети, это дети были вообще, достаточно, как-то, какие-то, были какие-то вещи, да. Но в основном, в основном, конечно, вот эти вот, такие воспоминания, помню, когда проводили газ, да, помню, проводили газ, что-то там находили, какой-то, нашел бронзовый нож такой. Ну, я сейчас уже как-то, потом уже осознаю, что это, помню, такой нож был для резких бумаг, да, а тогда я думал, бронзовый нож, какой-то старинный, какой-то бронзовый, там, бронзовый век, еще-нибудь, еще такое, еще, ну, да, конечно, это было, А вот книги в вашем маленьком детстве какие были? Книги были сказки. У нас, кстати, была хорошая библиотека, потому что отец, он такой книгачей, он любил читать, он много читал. Они доставали, выписывали, менялись, библиотека была, естественно, а так, конечно, была библиотека. Библиотека или, допустим, кто-нибудь прочитал книгу, и вот когда была очередь выстраивалась, чтобы взять книгу, почитать и все. Ну, какую книжку вы помните? Детские, детские, помню какие-то свои там, детские там, помню все, помню детские. А так я еще помню, почему-то мне запомнил взрослый, это там Апулией, Золотой Осел, в общем-то это такая. А детские, детские, детские сказки, помню, я никогда не забуду, там, эти вот русские народные сказки, когда там такие яркие картинки, хороший текст, вот эти вещи, конечно, это, конечно, сказки-раскладушки. Но почему-то мне больше всего помню, когда вот это самое, когда вот мать покупала какой-нибудь альбом, карандаш и ластик. И вот эти вот моменты, когда ты рисуешь, это было незабываемо, почему-то это как-то вот она, как-то вот пыль тоже очень хорошая, это был праздник, это было таинство. Когда вот открываешь альбом, берешь пластик, берешь этот самый карандаш и что-то начинаешь там делать, корабли, помню, корабли рисовал, очень много. Запах карандаша, помните, резинки, да? Запах карандаша, запах резинки, запах бумаги. Вот это, когда открываешь, вот этот вот запах, все время, такой вот, нюхаешь, а карандаш, да, когда вот он идет, такой запах карандаша, это было фантастика, что это такое-то, это было классно. Акварель тоже, запах акварели. Когда что-нибудь акварелька делаешь, когда рождается чистый лист, яркие краски, когда что-то делаешь, это было, конечно, все было очень здорово. Потом, конечно, все было почему-то ярко, все было радостно. Ты видел мир в ярких красках, что-то не было серого. Даже когда было плохо, все равно все равно как-то было ярко. Я почему-то как-то помню, если я ничего не сделал днем, то мне казалось, что я день прожил напрасно. Не знаю, какие-то ощущения были. Поэтому, конечно, как-то все были, были заняты. А потом дети же, дети же были все там. Конечно, компания, соседи, помню, это настолько было здорово. А вот в школу мечтали идти? Как вам школа виделась в детском? В школу, каждая в школу хотела идти, но как-то в школу не особо как-то рвались. Почему? Потому что были старшие люди, которые уже были в школе. И предупредили. Да, уже я смотрел, как они там ходили с портфелями, как они выходили из школы, бросая портфель или что-то еще такое. Поэтому, ну, это была рутинга. Я знал, что нужно было идти в школу. Я, кстати, помню первый день в школе никогда не забуду. Вот помню вообще, то есть школа была, конечно, очень хорошая. Школа была великолепная школа. Как звали? Учителя, значит, первая Татьяна Николаевна была. Вот это была она. Она вела нас до пятого класса какого-то, до четвертого класса. Молодая была? Она была средних лет такая, но она была очень хорошая такая. Вот, во-первых, я никогда не забуду. Вот когда вот у нас было три урока, мы пришли в школу, у нас был такой, был школьный сад. И когда мы пришли, помню, у нас экскурсия была по школе и завели нас, помню, в этот самый спортивный зал. И там были вот это плоды, это из школьного сада, какие-то тыквы, кабачки, какие-то фрукты. Мы смотрели, думаешь, да, это невообразимое. Вот расскажите, первый день в школе, как оно? Утром встали рано, да? Я встал в форму, первый день, конечно, помню, в форме еще была эта самая фуражка. Была эта самая китель, были какие-то грики, был ремень. С вечера все это подготовили, пошел в школу, помню, мандиала, помню, это был такой кекс, помню, кекс такой был, такой с изюмом. Потому что, мол, когда проголодаешься, поешь. Вот эта школа, первый раз, я помню, когда пришел к школе, когда перед школой был праздник, первый класс, нас всех познакомили, нас всех смотрели, нас было очень много. Ну, кого-то знаешь, кого-то не знаешь, там, все перезнакомились. И вот, помню, первый раз, там, левая рука, правая рука, там, потом встать, нет, потом пришла нянечка. Все мы сидим. А учитель говорит, зачем? Я же вам говорил, почему вы не встаете? Ну, мы же, надо приветствовать учителя. Нет, почему, нянечка, что же, она же там старшая, нужно ее приветствовать. И вот, нянечку вывели, опять она вошла, все встали. Учили вот это, учили доброте. Учили доброте, учили, чтобы мы жили как-то по-другому, чтобы мы умели читать, чтобы мы умели мыслить, чтобы мы умели дружить. Ну и, конечно, чтобы не было мерзкого, пошлого, гадкого. Поэтому школа, конечно, это очень хорошая. А чем пахла школа? Школой – это крашеные полы, вот это всегда крашеные полы, а еще и вот этими самыми осенними цветами, особенно этими флоксами. Вот этот флокс – это запах осени, запах школы, да, вот это вот, да. Весной она пахла сиренью, вот, а осенью запах флоксов, потому что они такие пахучие. И, конечно, полы краска, потому что видно был ремонт, приходили, этот запах краски, этот запах школы был. Это я никогда не забыл, да. Но была очень хорошая школа. Она была номер 12. Сейчас она московская школа, там какая-то 700, какая-то. А была раньше школа номер 12. Хорошая школа была, отличная. Вы все года там учились? Да, все года, да. Все года. И настолько было хорошо. Потом, самое главное, что вот мы, когда еще помню, когда уже учились в школе, там приходили в школе, там какие-то были площадки, играли там. Все влазили в детский сад, в этот сад влазили, школьный. И, конечно, школа – это был объект. Около него там футбол делали, там баскетол играли, и, конечно, тусовались около школы, потому что был парк, была огромная территория. Поэтому можно было выйти. Хотя территории-то хватало везде. Но школа как-то это была, да, это была альма-матра, это была первая. Вот. Которая такая серьезная вещь, где, конечно, мы постигали, учили знания, нас учили, все это. Что-то морды апарта, но, тем не менее, все это, в общем, да, это была хорошая школа. Какие парты были, чернила. Сначала был карандаш, карандашом вот учились там надел. Потом была переревая ручка, потом уже ручка, потом появились, помню, шариковые ручки, это была фантастика. Нам не разрешали, потом уже шарик, ручка, и уже почерк уже у всех был напрочь испорчен. Ну, было чисто писание, помню, вначале все это, была каллиграфия, нас этому учили, все это было очень классно. По этому школу, конечно. Влюбляться когда начали? Влюбляться вот как раз уже где-то класс из третьего, наверное, да. Девочку помню, там мы с ней посидели, такая была Лариса Челюканова. Я нес ее портфель, я провожал ее до дома, такая девочка полная. Не знаю, чего не дошел, но как-то что-то с ней вместе, как бы это первая любовь. Потом она переехала, видно, дали квартиру. Что вам в ней нравилось? Волосы длинные? У нее были волосы не длинные, у нее были волосы такие, кратковатые, стрижка была. Мне, скорее всего, нравилось мягкостью характера, отзывчивостью, добротой какой-то. Вот как-то вот такой вот она. Ну, она такая была некрасивая, такая была симпатичная. Как-то, не знаю, какое-то было притяжение. Ну, естественно, она хорошо училась, можно было так вот все писать. Это тоже немало важно было. А вторая кто была? А потом уже пятый класс уже пошли в походы, и там уже были походные дела уже. Там уже будет другой, школа была одна, уже были такие две категории. Две категории была школа, а была туристическая группа по туризму. В школе быстрее раз, там в кружок по туризму, и уже там была жизнь другая совершенно. Так что с пятого класса я уже ходил в походы, потому что уже когда, когда уже был классный руководитель, мы уже стали ходить в походы. Она была, как это, очень хорошая женщина. Вот. Валентина Николаевна была такая, такая была крупная, хорошая, это я не помню. Мысль о том, что вы станете художником, когда появилась? Мысль о том, что я стал художником, я хотел быть художником всегда, а мысль о том, чтобы стать, это была заубличная мечта, это как-то была фантастика. Думаю, чтобы я стал художником, я понял, что это нужно было учиться, это как-то было недосягаемо. Но хотел быть всегда там, всегда рисовал. Рисовал всегда, по-моему, в школе, когда, ну естественно, зачем там, книги там, школьные парты особенно это было, конечно, это была вся адресована, потому что только там обычно ее промоешь, опять на этой школьной парте рисовали. Конечно, было классно. Когда было родительское собрание, когда мать когда вызывали, вот, говорят, ну как мы, я говорю, ну марш, опять рисует. Я все уроки рисовал. А учебники? В учебниках тоже, конечно. То же рисовывали? Да, как же, конечно, свято. То, что под рукой было. Потом что-нибудь нарисуешь, хорошие, все там тоже, нарисуй мне, нарисуй меня, нарисуй мне, дает вещами каждый. Я каждому учебнику там что-то рисовал, то остров с пальмами, то еще что-то такое, то карамель, то еще что-то такое. Потом по кругу ходили тогда. Ну вот потом, наверное, после этого, после того, как, конечно, вот, учителя, вот, 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 когда, потом уже был Федот Евген Анякович, да, который меня заметил, и вот уже с ним, конечно, мы уже вплотную стали заниматься искусством. Тот человек, который уже тоже научил мыслить, научил разбираться в этом, как-то из-под воли уже учил, учил композицию, учил, чтобы самому что-то придумать, самому рисовать. У вас в школе номер какая была? Двенадцатая. Номер двенадцатая. Появился педагог. Ну, он был, просто у нас, когда стало черчение и рисование, после пятого класса, он пришёл, естественно, конечно, он там всех как-то отмечал, видно, что-то рисовали, и он как-то по рисункам понял, кто есть кто. И как-то мы с ним... Я даже вот, я не помню, я помню, у нас с ним был как-то такой контакт, был такой хороший, но я не помню начало, с чего началось. Я не помню ничего. Я помню, как-то мы там точили, и у нас было такое задание придумать игрушку точёную. Я что-то, помню, нарисовал повару, что ли, сам-то точил, как-то такой... Что значит, точил? А, вот такой был токарный станок по дереву, вот, и я там точил, он сам, кстати, тоже, он точил сам, он сделал такие очень хорошие вещи, там, какие-то образцы. Я говорю, он был, он человек был многогранный, он занимался деревом, занимался камнем, костью, акварелью, то есть, он прикладному, то есть, всё-всё-всё-всё, то есть, то, что вот было связано как-то с прикладным искусством, он как-то всё это знал, и мало того, что когда он делал учебники, он ещё был такой практикующий, он сам это делал, он сам знал, и когда он писал учебники, он делал иллюстрации, иллюстрировал, то есть, как это сделать надо, как поэтапно всё делал, поэтому очень хороший человек. Значит, он сделал учебники по труду, да? Он писал книги, он писал книги отдельные, он писал «Юный техник» в журналы, писал, книга была прекрасной, своими руками, то есть, для детей, для начинающих, кто вот хочет постигать искусство, вот, он это вводил в курс. А в школе, нет, в школе он вёл как раз вот черчение, рисование, вот такая вещь. Я помню, я говорю, я когда с ним занимался, никогда не забуду, я говорю, как-то вот сделал такой, я говорю, как-то вот, ну, потом как-то мы с ним увлеклись, он из корней там делал, но это не просто были какие-то корешки, он брал корень, брал массу и резал, в общем, получались какие-то великолепные, помню, штуки очень красивые. Ну, мы подрождали, я помню, тоже на выставку сделал какой-то, нашёл какой-то, сделал там змею, вот, то есть, её прикрепил к фанерке, какие-то камни там, какой-то песок, какой-то раскрасил, показал ему, вот, он говорит, знаешь, всё, конечно, здорово, но, да, немножко мы с тобой её исправим, вот. Я говорю, оторвай змею, мы оторвали змею, вот, чистил я, чистил её, вот, провалили в алифе, и он так положил такую, её на кусочек ДСП, помню, положил, и положил камешек. Я говорю, смотри, вроде твоя, ничего не изменилось, а лишь по-другому. И он привил, то есть, и вкус, и композицию, то есть, как вот надо, вот, есть вот вкусовщина, есть вот действительно эти вещи, вот, то есть, композиционные. И он, это вот прививал, он очень молодец, и вот я, конечно, и вот тогда вот он, помню, когда мы занимались, вот первый раз, вот, я помню, вот, вот, у меня вот, как раз вот он порекомендовал, вот, он снимал у меня журнал «Весна и новь», это была публикация, вот, как раз вот в пятом классе, где-то шестом, что ли, лет, вот, пионеры, вот, так что была первая публикация вот в этом журнале. Поэтому, ну, кстати, школа, 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 конечно, школа, я вот ее помню, тоже вот насыщенные были. Какие-то концерты были, какие-то были соревнования, какие-то, то есть, то есть, это люди вообще даже вот просто школьники не скучали. Не говорят о том, что какие-то кружки какие-то, у нас было, нам хватало, конечно, мы были, у нас туристические у нас были секции, и я вот занимался вот искусством вот Геннадий Агриевич Федорович. А друг у вас был тогда? Кто был? Друг-друг. Друзья, конечно. Ну, более талантлив, чем вы, и вы ему завидовали, не было такого варианта? Таланта нет, зависти у меня вообще никогда не было, абсолютно. Ну, интерес хотя бы победить его там, спортивный. Ну, были, были там двое ребят, они хорошо рисовали, но как-то не было, он рисовал хорошо, там, помню, Щербаков, я как-то помню. Я потом как-то его, потом встретил, помню еще, помню, где-то после школы уже, где-то мы в электричке встретились, я говорю, ну, а ты вообще рисуешь? Он говорит, да нет, я так просто уже как-то шел там, как-то он снимал на профессию, но помню, он хорошо рисовал. Вот такой вот такие вещи. Ну, как-то, даже у нас как-то соревнований не было таких, рисует, рисует как-то. У нас такой, соревнования были, когда уже, уже потом, когда уже пошел в Азо-студию, тогда, да, тогда уже это был, тоже был период очень интересный. Расскажите, как вы туда попали? Ну, когда мы попали, значит, мы с друзьями поехали в баню, вот, и смотрим там, значит, девчонка знакомая. Ну, сейчас поговорим, я говорю, еду в Азо-студию, куда в Азо-студию, ей там, там, там рисует, вот, а это на Кировской, дом тренеров и школьников и Микропской. Я говорю, поехали, поехали, мы с ней поехали, вот, и я попал в эту атмосферу, и все. И никогда не забыл, когда по вечерам, я бежал, помню, в этот самый... А в баню так и не попали? Нет, потом все уже, да. А с чем шли в баню-то? А с ребятами, говорит, пошли в баню, поехали. То есть они в баню, а вы в студию, да? Да, 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 и потом уже все, я это помню, и за студией, никогда не забыл, это вот, вот, ощущение тоже, вот, видишь, вот, вот, в фойе, влетаешь тоже, и цапа такой. Потом поднимаешься на второй этаж, по лестнице, и там, зал, и уже там рисует, там, мольберты, натюрморты, уже там пишут, рисуют. Это было, конечно, было фантастика. Это на какой улице находилось-то? Это на Кировской, метро Кировской, на Кировской, да. Дом тренеров и школьников и Микропской. Долго там учились? Нет, не долго, так как-то я учился там. Я учился, потом уже по-другому уже начал, потом где-то, потом по-другую за студию, уже пошел, вот, толчок, конечно, уже, вот, я понял. А что побудил эти другие, что ли? А, ничего, скульптура, там не было скульптуры, скульптура, резьба, вот, я увлекся, и потом уже как-то сделал свою мастерскую, уже начал самостоятельно там рисовать, уже, начал уже, делать уже, уже, эти самые, там, какие-то вещи долбил, из камня долбил, долбил из дерева. А кто вас ориентировал как раз на скульптуру? Из педагог, да, первый, который? Да, Федотов Геннадьевич, он, конечно, он такой человек был, конечно, он мог все. Но он, в чем была его ценность, он мог доходчиво все объяснить и показать. А почему вы решили пойти все-таки в скульптуру, в резьбу, а не в живопись и в рисунок? Я с детства как-то любил дерево, я с детства хотел как-то вот что-то сделать, но как-то вот, я не знаю, все скажет Господь, какое-то есть, потому что я, почему-то я как-то мечтал, мечтал, значит, найти полукруглую стамеску и мечтал что-то сделать. И вдруг она, у меня эта стамеска как-то в воле и судьбе как-то появилась, я то ли где-то нашел, смотрели такие какие-то штуки, две, что ли, три именно стамески, маленькие, огарки. Я когда увидел, это был верх счастья, я зашел доску и, помню, сделал, я, помню, взял там Геракл, помню, сделал Геракл-рельеф. Мне это так понравилось, думаю, Господи Боже мой, это было все для меня. Потом я любил скульптуру, я любил эти, любил объемы, любил вот это, смотрите, эти вещи. Почему-то, как-то, вот сразу почему-то, не знаю, вот рисунок и скульптура. Поэтому, когда уже ходили на выставки, я смотрел, в музеи когда ходил, мраморные вещи, смотрел, потом смотрел, руленые вещи. Микеланджиловские. Микеланджил, да, это была еще сказка. Это была, конечно, сказка, я часами мог смотреть, литературу часами мог смотреть, книги. Вообще, у меня была самая первая книга, я купил, скульптор Домогацкий. Когда я денежку скопил, была самая первая книга. А эти вещи, конечно, то есть, вот, потом этот момент, когда вот ты лепишь, вот это ощущение, это просто, ты чувствуешь дыхание. Ты чувствуешь все, ты прямо, ты чувствуешь тело, когда ты идешь, лепишь, вот это, на ощущение, это было здорово. И, конечно, у нас же были, у меня же еще было, еще были, я говорю, у нас были художники еще были вокруг. Первый, говорю, был сосед дяди Ваня был, такой самодетельный художник, тоже был уникальный человек, у которого, он был, значит, отец, у него был поваром в Ясной Поляне, вот, Льва Толстого, а крестом был Софья Андреевна, его. И, да, он был, жил там в этой Ясной Поляне, он там рыбалый, он это дело все изображал, был такой вот, он, смодетельный художник. Адамникисты делал, он тоже учил, как-то, второй был дядь Костя, он был архитектор. Вот уже более такой уже образованный, уже такой же был, за плечами была школа, за плечами была уже учеба, за плечами были какие-то работы. Он уже показывал, как чего там уже делать, он давал уже книги более серьезные. И вот был скульптор, который был Портенко, который лепил Льва Толстого, тоже это была фантастика, смотреть на них, он лепил, вот эти, в Москве сейчас стоит такой скульптор. И, естественно, глина, брали глину у него, податливый материал, красивый, хороший, и лепили. И вот эти, вот эти вот, все эти вот предметы быта деревянные, как-то, 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 как Они как-то вросли как-то с молоком матери. Я любил, любил, любил русский север, любил эти прялки, любил собирать, любил видеть, смотреть вот эти вот какие-то вещи из дерева. Не знаю, как тут, не знаю, почему это как тут. Генетическая память, наверное. Можно генетическая память, может что-нибудь еще. Я как-то, я вот любил, смотрите, вот эти вот рукодельные вещи, которые там деланы руками. Я любил, когда, допустим, вот северные вещи, допустим, они какие-то вот, настолько вот, когда вот из бересты, великолепные штуки, прялки, донца, доски, вообще, кувшины, вот эти вот, я любил эти вот братины. Это что-то было вообще фантастичное. Я ходил в музей, смотрел это. Я не знаю, почему это. Ну, действительно, какая-то была генетическая память, наверное. Наверное, где-то был, наверное, какой-то был предок или какой-то ничего там, до того, как я был, наверное, родился. Я, наверное, был какой-то древоточ какой-нибудь, да. Поэтому дерево, дерево для меня было всегда. И вообще я с ножом не расставался. Я что-то делал, что-то делал там. Я любил, любил, конечно, что-то вот сделать, вот как-то вот такое вот большое такое. Любил, я помню, чтобы это был объем. Какой-то либо ковш это был, ковш. Потом как-то я переключился на икону, на распятие, на церковь две вещи. Я когда ходил, я любил ходить в церковь, смотреть. Тянуло меня очень сильно, я не знаю почему, но очень сильно меня тянуло. Я приходил и смотрел интерьер. Никого не было. Я смотрел, ходил, мне там было очень интересно, как там иконостас, как все это было. Как-то впитывалось все. И как-то потом потихонечку-потихонечку начал уже какие-то делать церковные вещи. Не знаю почему. А Москва большой город. Вы все храмы обходили? От храма к храму шли? От храма к храму шел, но было много закрытых, очень много там, очень было много закрытых. В основном как-то были пустые. И по-самому храмы были в Подмосковье. Они как-то были более открытые. Но тоже никого не было, тоже как-то заходили, смотрели и все. А потом как-то эти вещи, тоже как-то я не воспринимал обычно, но как-то интересно, 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 интересно. Но Москва – это музей. Это исторический музей, это была вообще сказка. Это ЦДХ был, конечно, это была вообще сказка. И, конечно, все эти музеи, музей революции, музей прикладного искусства. А фестиваль помните? Да, фестиваль, да. Международная молодежь. Международная молодежь. Международная молодежь, да, конечно, помню. Это было вообще кругом толпы этих самых негров, толпы иностранцев. Да, толпы иностранцев, да. Была гордость, что негры там так и все. Было. Опять же, была гордость, все равно как-то было. Я не знаю, как-то было, ощущение было другое совершенно. Я помню, то ли место уступить, то ли еще как-то. Иностранство, мы понимали, что Россия – это великая держава, это супердержава, а они там какие-то приехали, какие-то угнетенные, забитые, заморенные. И вот они оказались в стране, в которой там почти коммунизм, здесь все здорово, светло, красиво, и как-то вот хочется вот этих убогих как-то обаять, обнять, там как-то их-то кормить, чтобы обойтись. Не были уйти, не были уйти, не были уйти. Такое было ощущение внутри, никакое не было. Они же были, как обычно, в Запад, они там угнетают, их там плохо, там недоедают. Как же была политика? – А там так и было, на самом деле. – Да. И дети, а мы, а мы, а мы дети, да, воспринимали. – А у них так и было, да. – Прогали, да. – Прогали, да. И вот мы это воспринимали, и дети, вот когда они приезжали, и хотели, обаяли там все-то. Так что вот это я помню, да. Но он как-то был сократичным быстро, потому что как-то туда не войдешь, там была цепь милиции, там была цепь милиции, конечно, их тоже охраняли. Но все равно, помню, после этих Олимпийских, сколько появилось семей с неграми. Очень много, да. Поэтому, конечно, это было все хорошо. А потом Москва, Москва, я помню, вот, никогда не забуду, вот улицы Москвы, они были просторные, они были широкие, они были яркие, было мало народу и очень такие освещенные солнцем. Вот какое-то вот ощущение, когда вот, когда поливалка прошла, когда был такой горящий асфальт, вот идешь утром, это было что-то вообще. – Можно было лечь на асфальт и полежать. – Да, он парил, да. – И когда это мороженое, помните, мороженое, вот когда приезжали мороженец, а здесь вот горы этого, да искусственного, видно, когда сложили, пока она еще не уврала к себе, и он парил. Вот эти вещи, вот ощущение такое было вообще. – Ванильное мороженое, как пахло, да? – По семь копеек было, это вообще мороженое сказка. Это был плодово-ягодный, это было вообще супер. Мы что-то любили его. Ну, конечно, эти вещи. А еще, я никогда не забуду, помню, какие-то продавали какие-то вафли. Я помню, как-то стояли за мороженым, а парень говорит, смотри, вафли продает. И какие-то были вафли сегодня стоили 15 копеек. Я что-то как-то помню, они как-то редко были. Я был как-то один раз тоже на мороженое, он говорит, вафли есть? – Говорит, есть. И мы взяли вафли, то есть не мороженое, как вот такая почка – это вафель, неимоверно вкусная. Я один раз съел, попробовал, потом мороженое не было. И когда вот кому-нибудь говорил, все говорят, не было такого ничего. – Вафельное мороженое? – Именно вафли одни. Вообще не вафельное мороженое, просто вафли. И они без чего были как-то. Я помню, какие-то они… Вот тот вафельный рожок, который был за 15 копеек, был вкусный. Вот типа такого были вот в вафли. Просто чипы, вот они где-то такие были, какие-то толстые, какие-то многослойные были. Просто одни вафли. Стоили тоже 15 копеек, помню. Дорого, но, в общем, да. А в столовой что такое было? Когда голодные, раз в столовую заходить, осенью, холодно. А в столовой что интересно, в столовой был, во-первых, бесплатный хлеб. Он стоял на столе. Ну, естественно, горчица, перец и соль. Вот хлеб бесплатный. Пока еще не ждешь, тогда там с солью была очередь. Да, но вкусно было. Готовили очень вкусно, да. Это, конечно, вот эти запахи. Запахи были неимоверные, когда входишь, уже, естественно, слюни текли там. От котлет, от картошки, от какой-то еще такой. В столовой были. Во-первых, все было дешево. Все было натурально, все было вкусно. И доступно. По идее брали же все, столько было. Вот, допустим, обед в школе у нас, да. 32 копейки никогда не забыли. Это первый, второй, третий. Компот там, булочка. Наедались, это было просто фантастикой. Ну, а экзамены как сдавали? Тяжело было? Экзамены сдавали. Экзамены сдавали, значит, учили билеты. Почему это как-то повезло? Во-первых, почему весна пахла сиренью? В это время, значит, распускалась сирень, экзамены комиссии. Все говорят, надо тащать сирень. И вот мы, букета сирени, на стол комиссии, и она была вся в сирене. Сирень не было видно. И мы в это время, конечно же, нам помогали, конечно, уже классно, она нас радовала за нас. И, конечно, билет подался. Я помню, как-то по-русскому, сделал один билет, и он мне попался всего. 24-й, как сейчас помню. Бах, 24-й билет. Бог даже не готовится. Я бах-то, что-то сказал там без запинки. Четыре поставили. Все нормально. Но потом, конечно, вот это вот ощущение, когда вот... А потом ощущение свободы, опять же, когда ты все закончил. Во-во-во, вот это самый первый форит, да? Ощущение свободы. Выходишь, но потом подскудно понимаешь, что это школа, ладно, а дальше-то что? У тебя дальше еще ифер должен идти дальше. И ты такой момент такой, думаешь, пройдешь, не пройдешь, поступишь, не поступишь. А первое, первое, вот эфирей, конечно, свободы, когда сдал, все, ху, школу закончил. Вот такая тема была в детстве, в юности. Кинотеатр, кино. Кино это было фантастика. Было когда три фильма в день, чтобы оббежать? Да, было, да. Когда особенно фильмы были шикарные, когда были фильмы там Фантомас. Я помню, я никогда не забуду, парень, мы что-то пошли, а он пошел, а потом слушает, Фантомас, такая вещь, классная. Мы пошли на следующий день. Очередюга! Все видны, поняли, первых никого не было, потом очередь было жуткое количество. Это что-то, мы там кое-как на какой-то сеанс пробились, взяли билет и когда посмотрели, думаешь, господи, вот это да, и все. И потом уже писали везде, Фантомас, потом звонили там, вам звонит Фантомас, все, а-а-а, дети, это было что-то. Конечно, кино это было все, ну и, конечно, фильм о разведчиках, это было, да. Это было все. А Зора это когда вы смотрели? А это вот как раз, да, это уже когда пошли все эти фильмы иностранные, да, это была сказка тоже, да. Это уже где-то, да, где-то уже 6-й, где-то только вот. Зора смотрели? Да, 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 это Зора, это вообще была фантастика. Все эти вот, когда он это махал, там-то человек сидел. Саши начеркали потом на заборах. Да, 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 все, кнуты делали, ковбои, главное, это фантастика, конечно, когда еще помню, достать было джинсы, это же было тоже, ох, это было, это что-то было вообще из ввод рук непонятных, когда тоже какие-то появились джинсы, там, какие-то, помню, такие какие-то индийские, еще какие-то такие, тоже, все подражали, там, эти Зора, там все такие ходили, такие какие-то кожные куртки, когда еще было здесь, бахрома, особенно когда вот, а уж когда фильм про индейцев worlds это было, ай, это было, конечно, что-то было-то. Это, конечно, это п helt пищение, конечно, это дети, а потом это же было все в новинку, все смотрели на эту иностранную жизнь, как они там стреляли из пистолетов, там пили, там эти Троумыhourны, этих бары, все говорили, вот это да, ничего себе zrob unite такого. Вере в те, да – да, в unbelief. Да, 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 потом это верили все, верили это, широкополые шляпы, там, эти джинсы, – вот бы какую, вот бы там, там, все, как-то под ковбоев хотели там Волосы длинные, это конечно было. Дети как-то идеализировали, они как-то на себе примеряли, и как-то они еще думали, что вот это как-то нужно будет, захотели, это была мечта, конечно. Да, конечно, это было все. Потом самое главное, то, что когда это появлялось, это был верх мечты, и когда уже ты одевал, это конечно, ты уже ходил, ты уже был король. Конституционник там где взял, еще до счета, и сходил уже, все уже, вверх с него. Ну, школа быстро пролетела, по ощущениям? По ощущениям школа пролетела быстро, да, потому что, потому что были вот, были вот хорошие предметы, было вот, Федот и Годонякович, конечно, было. То есть все было с увлечением, все было интересно в школе. Ну, вот тогда вот школу кончили и вышли, вы поняли, что школа-то позади, а впереди черти чего будет, неизвестно. А впереди жизнь, да. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон.